Техника была бракованная. К такому выводу пришли следователи. СК завершил расследование уголовного дела о взрывах установок в День независимости. Как заявляется, диаметр зарядов российского производителя для салюта 3 июля оказался больше, чем калибр стволов. Обвинение предъявлено трём фигурантам. Это двое россиян, они поставщики продукции, и командир роты Минской военной комендатуры. Установлено, что из 480 фейерверков почти две сотни были с дефектами. Напомню, во время ЧП погибла одна женщина. Ещё 11 человек получили травмы. О выводах следствия в материале Елизаветы Локотко. Это видео ЧП во время салюта в День независимости. На кадрах видно, как установка сдетонировала на земле. Позже следователи установили, что почти две сотни фейерверков из 480 оказались с дефектами. Поставщиком взрывных изделий была российская компания. Согласно материалам уголовного дела, закупленный товар имел производственный брак. Сегодня Следственный комитет сообщил, что расследование взрыва 3 июля завершено. Эти изделия не могли использоваться безопасно для проведения салюта и подлежали безусловной отбраковке. Для устранения указанных недостатков в Минск прибыли два представителя российской компании изготовителя пиротехнических изделий. В процессе заряжания салютных установок в фейерверочные изделия были внесены изменения, которые приводили в небезопасное для использования состояние эти изделия. Проще говоря, диаметр изделий оказался больше, чем калибр стволов. А значит, зарядить установку было невозможно. Но тут инженеры предприятия и военные проявили смекалку. Обрезали заряды, уменьшив их диаметр. Как следствие, фейерверки не успевали взлетать высоко в воздух и взрывались в мортирах. Это подтверждается результатами экспертных исследований, приобщенных к материалам уголовного дела, а также результатами следственного эксперимента. Обвинение по уголовному делу предъявлено трем лицам. Двум представителям компании изготовителя фейерверочных изделий, а также военнослужащему, командиру роты Минской военной комендатуры. Следственные действия по делу завершены. Его материалы переданы прокурору для направления в суд. Теперь двум поставщикам может грозить наказание до 7 лет лишения свободы, сотруднику комендатуры до 5 лет заключения. Напомню, во время ЧП в День независимости погибла женщина. Травмы получили 11 человек. В то же время ущерб следствие оценило на сумму свыше 740 тысяч рублей. Елизавета Локотко и Виолетта Соколович, Зона Икс.